Друзья, всем привет! Сегодня я решила сделать для вас обзор новой защиты Bionic и Sequence, которые выпускает компания AlpinStars. У них уже это не первая эволюция защиты, полной защиты, которую в простонародье называют просто черепаха. Новые защиты стали более легкими, безусловно. Новые технологии, новые материалы и, собственно, обо всем сейчас по порядку. Начнем с самой флагманской, основной модели. Эта модель называется у нас Bionic Tech B2. Собственно, защита Bionic, она так и называлась у них в предыдущих версиях. Это новое поколение защиты Bionic. Что же нового? Во-первых, стали делать защиту из другого материала. Если раньше был материал вшитый в ткань, который поглощает удар и при ударе становится твердым, сейчас это он вообще мягкий, если его пощупать. Сейчас это такой промежуток между пластмассой, которую использовали в самом начале еще самые первые черепахи. Вы помните, они дубовые, пластмассовые. Сейчас нет такого, нет. И сейчас промежуточный вариант. Это такая, ну я бы сказала, что это скорее резина. Резина, сотовая структура. Вы знаете, что сота это самый прочный и в то же время легкий. Самая прочная и легкая конструкция. Пчелы не зря старались. Вот. Поэтому сотовая конструкция, она обладает прочностью и в то же время легкостью. Мне еще очень нравится то, что она, видите, все такое дырявое, она очень хорошо вентилируется. Сделаны специальные такие места для сгиба, чтобы, соответственно, вам было удобней, чтобы нигде ничего не натирало. Потому что, например, в предыдущих версиях всяких разных других черепах, когда использовался пластик, мне вот, например, чем не нравился пластик? Тем, что он жесткий, он никак, никаким образом под ваше тело не подстраивается. Если где-то что-то анатомически не подходит, то, соответственно, это что? Это сразу натирает, это неудобно. И долго это использовать невозможно. Так вот, новые защиты Bionic и, собственно, E-Sequence. В них во всех принципиально одинаковая защита вставлена, что в локте, что в плечи. Но сейчас расскажу, чем, собственно, принципиально они вообще между собой отличаются. Вот эта защита Bionic Tech V2, она самая навороченная. Навороченная, во-первых, чем? Ну, то, что основа. Основа – это технологичная такая полусетка. Ткань эластичная. И она сделана в виде сеточки, но сеточка не такая, как на предыдущих версиях Bionic, а совсем насквозь, да, сетка. Такая полусетка. То есть, она все равно сшита, ну, не сшита, получается, тканая целиком, да. Но если посмотреть на просвет, видно, что она в виде такой все равно сеточки. То есть, это улучшает, соответственно, вентиляцию, не так жарко. Очень много в этой основе, в этом, не знаю, там, как это напоминает, такое термобелье, да, на которое нанизана вся защита, в него, в эту курточку сшито много вот таких поролоновых вставочек, которые очень, я считаю, правильно сделаны. Они, во-первых, защищают от летящих каких-то мелких камушков, от грязи, твердых таких соединений, глины и так далее, так далее, от вот этой всей гадости, которая, опять же, у мотоциклистов, у кроссменов называется шприц, да, это то, что летит из-под колеса впереди едущего мотоциклиста и оставляет такие противные маленькие синячки. То есть, вы понимаете, да, что, например, вот здесь область подмышки, сюда же не вставишь какие-то пластиковые серьезные штуки, защиту, все это неудобно будет. А вот эти маленькие такие вшитые поролончики, они добавляют защиты, но в то же время не сковывают движение. В этой защите мощная защита груди. Она сделана тоже по вот этой технологии сотовой конструкции. Основа, это такой достаточно жесткий пластик, это все-таки уже не резина, это пластик. Бока, они сделаны как раз таки уже из резины. Из плотной, чтобы можно было вот свое тело это все подгонять и регулировать. Кстати говоря, о регулировках. На этой защите очень много регулировок. Я, если честно, раньше такого вообще на черепахах не видела. Во-первых, это резинки, которые притягивают вот этот вот передний панцирь к вашему телу. Такие защелочки, как на кроссовом панцире. Они регулируются, можно делать больше меньше. Снизу пояс. Ну, пояс это неудивительная история. На всех черепашках есть пояс. В случае с защитой Bionic Pro и Bionic V2 можно регулировать пояс. Тут сзади, вы видите, он приделан на липучке и можно его передвигать вверх-вниз. Это тоже очень удобно, потому что у всех строение тела разное. Не всегда хорошо, когда есть регулировки. Можно все это подогнать прям вот непосредственно по вашему телу, чтобы нигде ничего не натирало. Локти. Хочу вообще прям отдельно остановиться на этой части. Первый раз сделали в области локтей ткань с келларовой ниткой. Это очень круто, потому что если вы ездите не в плотной куртке, а, например, в майке, иногда некоторые даже просто ездят в защите, не надевая сверху ничего летом, когда жарко. И стоит немножко где-то поскользнуться, упасть на локоть, если ткань мягкая, как, например, вот в случае с защитой Bionic Pro или, например, защиты Sequence. Тут на локтях обычная ткань, та же ткань, из которой, собственно, сделана основа. Здесь же на защите Tec здесь вы видите кевларовую ткань, и если вы будете падать на локте, то это будет вам служить очень долго, она не будет рваться. Это самое прочное, что можно придумать. То есть износа стойкость высочайшая. Также на руках сделали вот эти такие мягкие поролоновые накладочки тоже, как я уже рассказывала, от мелких камней, от грязи, которая летит, которые оставляют противные мелкие синяки. Дальше о регулировках. Регулировка есть еще и сверху, вы видите, можно здесь подтянуть повыше переднюю защиту груди, пониже, как вам удобно. В принципе, даже для желающих ее можно вообще снять. Тут все таким образом устроено, что вы можете просто отстегнуть. Эти лямки, они там на липучке, легко их снять. Все, и вы вообще убираете эту защиту спереди и ездите только со спиной. Про спину я сейчас отдельно расскажу. Это тоже отдельный шедевр компании Alpenstars. Сейчас все обратно присоединю. Спина. Тут вот я уже сняла вот эту штучку. Она сделана тоже по сотовой технологии. Основа пластик, достаточно плотный, но в то же время гибкий. Вы видите, в месте, где у нас обычно поясница немножко прогибается, здесь тоже спина изгибается. И под ваше тело, когда вы будете затягивать защиту резинкой, она примет изгиб именно вашего тела. Все защиты, они сделаны таким образом, чтобы можно было их соединять вместе с защитой шеи. Естественно, изначально это все конструируется под защиту Alpenstars BNS. Но также я пробовала это все соединять и с литом. Другие тоже ошейники, они в принципе сделаны все по принципу одинаковому. Поэтому я думаю, что с литом я пробовала соединять. Точно совершенно могу сказать, что все соединяется идеально. Я думаю, что с другими защитами тоже это можно все надевать без проблем. Ну и, соответственно, если вы не носите защиту шеи, тут вот вставляется такая вставочка. Все это очень легко на защелочке, и вы просто используете спину полностью целиком. На защите про спина точно такая же. Про регулировку резинки я вам уже говорила. Это очень удобная штука. И, соответственно, по весу, при всем при том, что выглядит это очень массивно, по весу она достаточно легкая. И я не скажу, что это какой-то космический вес. Можно, конечно, попробовать взвесить на весах, но не знаю. Вот правда, не тяжело совсем. При том, что защита здесь максимальная и, наверное, сильнее защиты я пока не видела, чтобы делали панцирь. Ну, только я не знаю, из какого совсем бронебойного материала. Перейдем к защите Бионик Про. Защита Бионик Про, по сути, то же самое. Основа та же самая. Ткань, на которую нанизана защита вся та же самая. Но, как я уже говорила, нет на локтях вот этой вот износостойкой ткани с кевларовой ниткой. С одной стороны, это, конечно, плохо. Но если вы, например, никогда не ездите просто в защите, всегда сверху что-то надеваете, ну, не знаю, куртку, например, то, в принципе, вам такие локти, может быть, даже и не нужны. Вот. Значит, спереди другая, другая, как ее можно назвать, да, плита защитная спереди. Она сделана не из резиново-пластиковой конструкции, как здесь. Она сделана как раз таки вот из того материала, что я говорила, который абсорбирует удар и становится жестким при ударе. Но так, если вы его будете вот так вот мять, он достаточно гибкий, мягкий. Это очень удобно с точки зрения как раз таки адаптации под ваше тело, под изгибы вашего тела. Девчонки, кстати, могут обратить внимание именно на эту защиту, потому что для девочек это, кстати говоря, очень удобно, если не хотите покупать именно женскую защиту с правильными выпуклостями. Но я считаю, что в этой защите есть один минус по сравнению, например, с этой. То, что здесь в защите ТЭК, за счет вот этой конструкции сотовой, она очень хорошо вентилируется. Видите, прям вот насквозь эти все дырки, воздушному потоку ничего не мешает. Здесь, конечно, вот эта плита, она более закрытая и воздух уже не так хорошо проходит внутрь. Поэтому тут вам нужно смотреть, что вам нужно, что вам удобнее, вообще для каких условий вы собираетесь все покупать. В принципе, также можно эту защиту переднюю отстегнуть без проблем. Она на липучках, уже не на таких защелках. Но в этом смысле тут и меньше регулировок. Уже боковые резинки не регулируются, они просто резинки и резинки. И, соответственно, здесь сверху тоже липучка. Ну, вы можете, конечно, немножко ее шевелить вверх-вниз, но так серьезно регулировать, как здесь, уже нет такой возможности. Но осталась функция, с регулировкой ремня вверх-вниз, вы его можете переставлять. Здесь на липучках все то же самое. Собственно, так же, как и спина. Она здесь просто каемочка сделана другого цвета. А сама конструкция вся та же самая. Тоже сотовый пластик, который в области поясницы чуть-чуть гнется. И возможности вынуть вот эту часть под защиту шеи. И, кстати говоря, тоже здесь, что хорошо, в основу вот эту тканевую вшиты такие поролоновые мягенькие штучки от шприца, от камней, от грязи, которая летит и оставляет маленькие такие противные синячки, про которые я уже говорила. А, ну и резиночки, кстати, да, и на защите ТЭК и ПРО, для того, чтобы соединить это все с ошейником, чтобы это все плотно сидело, не болталось, есть специальные такие резиночки, которыми вы притягиваете ошейник к защите. Вся, естественно, защита, которая установлена здесь, она сертифицирована. Все здесь, естественно, все вот эти бирочки, они об этом говорят, какой номер сертификата и так далее, и так далее. То есть это все, естественно, прошло и тесты, и краш-тесты, и, естественно, в Европе иначе нельзя такое продавать. Ну, потихоньку переходим к защите Sequence. Это самая простая защита из этой линейки. Надо сказать, ну, естественно, по цене тоже это все существенно отличается. Как вы понимаете, самая дорогая защита ПРО, она стоит приличных денег, но, опять же, она того стоит, потому что это максимальная защита, она максимально износостойкая. То есть тут вы понимаете, что вы покупаете защиту не на один сезон, это очевидно. Защита ПРО она попроще, ну, и цена, соответственно, тоже попроще. И Sequence самая простая история у нас тут, ну, и сделана она вообще-то глобально попроще. А сама ткань, на которую все нанизано, она не такая навороченная, скажем так. Хотя это тоже, в общем, можно сказать, что это такая полусетка. Тоже очень тянучая, приятная на ощупь. Внутри, спереди вставлена такая резиновая сотовая конструкция. Она похожа на то, что здесь, но здесь все-таки это вот именно основа центральная, она пластиковая. А здесь она, видите, она гибкая, она резиновая. Также вот она сделана из того же, из чего сделаны вот здесь вот эти боковинки. Просто я не могу вам ее показать, потому что она внутри вшита в ткань. Ремень. Вот, пожалуй, единственная регулировка в защите Sequence, которая существует, это ремень. Вы можете сзади, видите, на липучке поставить его пониже, повыше, как вам удобно. Спина. Спина здесь тоже такая же, как и вся остальная защита локти, плечи и передняя часть. Это тоже мягкая резиновая сотовая конструкция, которая гнется, которая повторяет изгибы все вашего тела. Тут вы понимаете, да, что нужно, ну и, соответственно, так повторюсь, что все защиты, они сделаны для ошейника, их можно использовать вместе с ошейником без каких-либо проблем. Тут вам нужно самим определиться, для чего вы используете защиту, как часто вы используете, что вы надеваете сверху, по каким трассам вы гоняете. И, кстати говоря, необязательно эта защита может быть использована именно для езды по бездорожью, то есть, да, там, для эндуро, для ралли-рейдов. Для ралли-рейдов только такую защиту используют. Я считаю, что эту защиту также можно использовать и для езды, в принципе, по городу. Если вы хотите, не хотите надевать какие-то тяжелые кожаные куртки, какие-то специальные кордуры, у вас есть какая-то легкая, я не знаю, там, рубашка, да, и вам жарко летом, вы просто надеваете вот такую защиту, сверху рубашку и поехали. У вас правильная защита, с одной стороны, с другой стороны, вы не выглядите как космонавт в этом во всем. И еще, кстати, я хотела, знаете, что сказать? В этот раз компания Альпинстарс, они сделали основу для защиты что в бионике, что в сиквенсе целиковую. Что я имею в виду? Это, ну, в общем, это можно считать, что это такое вот уже как термобелье, как курточка, потому что вот предыдущая защита, я вот тут специально прихватила моя, мой старый бионик, это женская защита бионик, она, во-первых, видите, сделана вот на такой сетке была, на совсем дырявой сетке, что, в моем понимании, хуже, чем вот эта новая сетка, потому что в какой-то момент она просто по этим дырочкам начинает рваться, вот у меня тут уже даже есть швы, зашивала их, вот. А, и основа, видите, сделана каким образом? Вот тут подмышкой, от подмышки и до локтя вообще нет никакой ткани, то есть получается, что вам по-любому нужно под это, подо все было надевать термобелье, если вы не хотели, чтобы вас там что-то натирало. И я на все гонки, когда использовала эту защиту, мне приходилось надевать термобелье. Здесь же, в принципе, если вы подбираете защиту по размеру, все хорошо сидит, не обязательно надевать сверху термобелье, ну, чтобы не было два слоя, и это будет, ну, просто банально жарко, особенно в жаркую погоду летом. Вот, поэтому это удобно. Вы надевайте просто на голое тело и абсолютно спокойно ездите в этом, во всем. Вообще, при подборе защиты идеально, конечно, мерить ее на себя, каждую модель, потому что я вот взяла на тест эти три модели, они все размеры S, и они все сидят немножко по-разному. Я, если честно, думала, что вот защита Sequence будет на мне сидеть лучше всего, но я вообще ошиблась. Она, при том, что размер S на мне болтается больше всего, при том, что защита Pro, ой, простите, защита Tec, она сидит максимально плотно. Я вам сейчас на практике, собственно, покажу, как это выглядит. Итак, на мне сейчас надета защита Sequence. Это самая дешевая из трех представленных, и вы видите, что так, в общем и целом, вроде бы все нормально, но если приглядеться, вот тут слишком много пустого места, болтается нехорошо. Когда подбираете такую защиту, все должно достаточно плотнее сидеть. И вот здесь самое, что вот мне не подошло, вы видите, вот смотрите, совсем болтается-бултыхается. Это вот моя рука, вот, собственно, защита, она уедет в сторону при ударе и не защитит локоть, поэтому тоже размер S, к сожалению, у меня защита Sequence не подходит. Когда подбираете защиту, внимательно на это обратите внимание. Итак, на мне сейчас защита Bionic Pro. Она очень ловко сидит, мне, если честно, очень нравится, и поплотнее. То есть, основа защиты Bionic, в отличие от Sequence, она поплотнее, то есть, размер S уже похож на S, он не такой свободный. Ну, есть тоже нюансы, тоже, на мой взгляд, у меня просто тощие руки, и я бы здесь чуть-чуть поплотнее сделала, да. Ну, я просто девочка, когда мальчики себе это подбирают, в этом плане проще, они тут и поплечистей, и руки у них все-таки побольше. Поэтому у защиты Bionic S, она все-таки больше на S. Ну, и в финале на мне защита под названием Bionic Tech. Она сидит, на мой взгляд, на мне плотнее всего, особенно руки, хотя основа такая же, как и на Bionic Pro. Здесь более мощная защита спереди, как я уже говорила. Друзья, если вы захотите купить это все в салонах Bikeland, то по промокоду Нифонтова у вас будет скидка 20%, притом не только на защиту, а вообще на весь ассортимент. Так что забегайте в салоны Bikeland и покупайте себе защиту к сезону.